Продолжаем программу. Театр имени Качалова приготовил для своих зрителей две потрясающие премьеры. Одна по пьесе Володина, а вторая по любимой книге детей и подростков, приключения Тома Сойера и Геккель Берифина. О премьерах и планах на ближайшее будущее Качаловского поговорим с помощником художественного руководителя по литературной части театра Диляры Хвасаиновой. Доброе утро, Диляра. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Диляра, вот одна из лучших пьес Александра Володина, это «Пять вечеров», в вашем театре уже премьера прошла, она уже идет? Да. В данный момент, да? Пемьера состоялась 17 мая, прошла с большим успехом. Ну, не сомневаюсь в этом нисколько. Эта пьеса поставлена во многих театрах. Да. Вот в чем вы новизну привнесли? Что нового у вас необычного? Ну, давайте так, как сказал Пастернак, талант – единственная новость, которая всегда нова. Поэтому любая постановка, созданная талантливыми создателями, это всегда уже, в этом уже прежде всего новизна в том, что любая новая постановка – это уже нечто другое, да? То есть это новая постановка, это предполагает новую трактовку, потому что каждая пьеса воплощается идеей режиссера через артистов. В нашем театре эта пьеса не шла, пьеса замечательная, пьеса прекрасная, поставлена сейчас Ильей Славутским на малой сцене нашего театра. Замечательная ретро-история, проникновенная о людях, очень человеческая история. Володин – замечательный драматург. И вот эта история о счастье, о любви, пронесенной сквозь время, замечательно, проникновенно сыграна нашими артистами Еленой Ряшиной, Ильей Петровой. Молодые артисты заняты в этом спектакле. И вот уже два спектакля прошло, и думаю, что это все случилось, получилось, потому что это нашло отклик в зале. И это самое главное, для чего мы делаем. Так сложилось, что под конец сезона аж две премьеры. Первая, мы про нее поговорили. Ну и вторая для детей – «Приключения Тома Сойера и Геккельбери Фина». Премьера уже завтра состоится утром, то есть мы на подходе. Это для нас очень знаковое событие, потому что многие наши зрители и поклонники помнят, знают и любят спектакль легендарный, который шел у нас, «Приключения Тома Сойера». Он шел у нас больше 10 лет, и вот около 10 лет он уже не идет в нашем репертуаре, но до сих пор зрители помнят, вспоминают этот спектакль. То есть вы возобновили или опять же привезли что-то? Нет, это новый спектакль, поставленный Александром Славутским. Он же ставил и ту редакцию, ту версию. Тогда была постановка, это был дипломный спектакль актерского курса «ГИТИСа», который Александр Яковлевич обучал в нашем театре. Сейчас, естественно, другие исполнители, сейчас новые костюмы, новые музыкальные аранжировки, новые даже названия, потому что это сейчас «Приключения Тома Сойера» и «Гекель Берифина». Немножко по-другому расставлены акценты режиссерам. Это замечательный, зрелищный, увлекательный спектакль по одному из лучших, я считаю, произведений детской мировой литературы, которые любили и любят. И замечательные, потрясающие люди, и великие люди. Вот у нас в программке, например, замечательное стихотворение Марины Цветаевой, где она вспоминает о «Приключениях Тома Сойера». Спектакли сейчас занято молодое поколение наше. Они своей энергетикой, своей азартом, своим желанием все это сделать и сыграть заполнили просто этот спектакль. Замечательная сценография Александра Патракова обновленная. Музыка звучит, музыка в стиле кантри, сделанная аранжировки нашим композитором Лисаном Абдулиной. И, думаю, замечательные будут актерские работы. Актерская работа и актерская энергия вам еще пригодится, потому что мы знаем, что вы отправляетесь в гастрольный тур. И даже, по-моему, не один. Да, да, да. У нас в этом году вообще очень плодотворный получился сезон. Потому что вот эти две премьеры, это одни из четырех премьер сезона. У нас прошел в октябре «Бег» Булгакова была премьера. И в декабре ретро-концерт «Когда зажгутся фонари» на малой сцене. То есть у нас две премьеры на основной сцене и две премьеры на малой. Но под занавес сезона нам предстоит замечательный гастрольный тур Европа-Азия, скажем так. Потому что в июне мы едем в Германию, в Ганновер. Мы приглашены туда со спектаклем «Безумный день» или «Женить бы Фигаро». Сыграем его два раза на сцене Ганноверского городского театра. А в июле мы едем в Китай. Мы едем в Китай. Мы участвуем в международном театральном фестивале, который проводит в Пекине. Пекинский народный художественный театр. Они к нам приезжали, они пригласили наш спектакль «Пиковая дама», который мы там сыграем три раза. Неужели вы нас оставите в такой ответственный момент, в момент Чемпионата мира по футболу? Конечно, я оставил. Вы уже вернётесь к этому времени. Но ненадолго. В культурную программу Чемпионата мира по футболу включены четыре наших спектакля. Спектакли по произведениям русской и мировой классики. Это «Укращение строптивой» Шекспира, это «Глумов» Островского, это «Женитьба» Гоголя, это «Дядя Шкинсон» Достоевского. Ну и кроме того, мы будем играть и свой текущий репертуар для наших зрителей, потому что закрытие сезона у нас 30 июня. До 30 июня мы ждём наших зрителей каждый вечер в нашем зале. Не только зрителей, но, видимо, ещё и туристов, потому что смогут прочувствовать всю культуру. И нашу, и зарубежную. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за интересный обзор. Хороших вам зрителей и аншлагов, конечно же. Всё, ждём вас в театре. Увидимся завтра в театре.